привет меня зовут георгий раут и вы на моем канале канале хроники здорового разума каждый день я буду стараться если будет получаться записывать свое мнение о том что происходит в украине и за за ее пределами но конечно же делать акцент именно на украину потому что нахожусь здесь в киеве поэтому предлагаю подписаться тем кому это интересно оставлять комментарии может быть что-то какие-то советы давать по поводу контента и о том и продвижение канала потому что канал новый но буду стараться чтобы вам было интересно и начать сегодня 14 октября конечно же хотелось бы с этих массовых рейдов которые произошли на выходных а начались в пятницу с концерта океана эльзи то есть про океан эльзи ничего не скажу потому что все уже обговорили единственное мне стало чуть-чуть стыдно за других украинцев которые подобные рейды поддерживают я конечно же тоже я понимаю всю ситуацию которая происходит в стране и понимаю ну это сложно понять не будучи на фронте но понимаю насколько сложно нашим бойцам на передовой и что им нужны новые влияния что мобилизация должна естественно происходить потому что в стране идет война но подобные рейды они только играют на руку врагу мне кажется потому что вот за эти выходные я мониторю как журналист различные средства массовой информации в том числе и врага и они я там я ушел дьюсер я новости будет забыла там о своих новостях и давай писать о том как в украине по городам ходят тцк как они там бусифицируют как они незаконно ловят украинцев то есть для них это хлеб они на этом делают себе рейтинг и и но и самое главное это пропагандистская машина этот маховик он продолжает работать поэтому кому сделали лучше не знаю потому что больну как бы можно предположить что большинство тех кого если и пусифицировали в элитных ресторанах и загородных комплексов скорее всего они до фронта не доедут и откупятся вполне возможно хотя как мне вот говорят коллеги как мне говорят знакомые из опы и силовых структур все это происходит потому что было дан сверху указ не градировать украинцев если там и бедных и богатых другими словами отправлять на фронт странно что это только пришло сейчас то есть что изменилось почему нельзя было такое же справедливое справедливый подход к мобилизации к мобилизационному ресурсу начинать с самого начала почему когда началась война пошли большинстве своем не богаты богатые пошли поехали в сторону борисполя и в сторону возможностей покинуть украину а обычные люди взяли оружие и пошли защищать свою родину то есть богатые уезжали просто я не хочу их называть простыми это мне кажется это обижает это вот слово простые у простой крест не простой обычный украинец вот обычный так я хоть я к сожалению не являюсь гражданин украины но здесь я в сердце я родился в украине и считаю это своей родиной и как только получу гражданство но я надеюсь к этому моменту войны уже не будет но если будет я пойду на фронт я другого выхода не вижу но опять-таки это я ушел в сторону подобные вот рейды плюс не делают я не знаю ну если потом отчитаются и скажут сколько каким образом это помогло фронту то есть сколько молодых пацанов которых опять таки отправить на небольшое количество срока подготовку а это уже мы возвращаемся к тому почему такой маленький ну то есть понятно почему маленький маленькое такое количество времени дается потому что нужно их можно постирать отправить людей на фронт на помощь соратникам но это все возвращает нас к этому скандальному тупому несправедливому закону мобилизации который нужно было продумывать дальше потому что видно что он не работает но прям видно каждому видно кроме депутатов кроме власти власти считают что все замечательно что все работает хотя то одни говорят у них опять же правая рука не значит делать левая одни говорят что все замечательно мобилизации мобилизации отлично и говорят плохо поэтому нужно делать подобные рейды при том и те же депутаты которые приняли этот законопроект то есть от федеенко депутат такой вообще не знаю кто такой то есть когда-то у тебя хоть и политический журналист и я слежу за этими семьями но среди этих зеленых но я не знаю кто то есть там половина какие-то на умеем если нам то есть не знаю что он может такое разумительное сказать по его данным не обновилась тцк более 6 миллионов украинцев и поэтому вот это начали такие рейды но первое вот когда подобные вещи говорит законослужители сразу хочется спросить чё ты не на фронте и которые поддерживают подобные то есть не когда человека ни разу не били то есть я не скажу не буду говорить что тцк и полиция там бьет украинцев при задержании но это нередко происходит очень силовое такое давление и ну как мы знаем это не доказано что многие еще и есть случаи смерти просто человек попадает в тцк эпилепсия опять-таки я не знаю я как журналист всегда период фактами информация есть насколько она достоверная я не могу подтверждать что так оно было вот например после того же концерта океана эльзы пресс-служба тцк заявила что там ничего такого не было а это полицейские проводить ну то есть полицейские не за арестовали нельзя сказать проводили какие-то свою проверку ручь полицейские тцк вообще ни при чем но и поэтому я могу сказать что очень ну как мне кажется вся на вот извините за первый за сумбурно это первый ролик я вот ну я естественно со временем научусь говорить более связано и понятно самое главное короче мне кажется я слишком растягиваю так вот мне кажется сам большая проблема во всем этом в том что происходит и почему люди так относятся к цк это к тому что провалена медийная поддержка подобного подхода то бишь если бы то есть они они это власти имею ввиду решили почему-то что жестко каким-то насилием они добьются больше чем если объяснять если мотивировать если говорить о том для чего это и почему и так далее они почему-то так не сделали хотя украинец очень умный любой украинец есть конечно они большинстве своем во власти недалеко видны недалеко видны такие туповатые так скажем но по 6 своем передачный украинец ум и если ему объяснить почему это надо и привести конечно же доказательства этого не просто голословно то он поймет а и понять это уже значит пойти что-то делать какую-то мотивацию в себе по мотивация все появится но подобный подход мне кажется который сейчас проходит он не даст никогда позитивного результата к сожалению и да и что как у меня написано на превью что ли не продолжится да мне сообщили что еще минимум неделя это будет происходить потом пойдет на спад то бишь они но во первых многие галочки себе поставят что отработали плюс люди те кто у кого избран или кто-то может себе позволить купиться люка истом связи те конечно же продолжат ходить в те заведения где сейчас проходят облаву потому что это они также продолжатся по элитным и не по элитным и по спортзалам и в торгово-развлекательных комплексах те же кто у кого нет этой возможности те пока просто пересидят как мне сказали что это неделя но максимум две и потом опять вернется но это опять таки скажу про киев вне киева могут не владея информацией и притом думаю что скорее всего там они как и были так и будет продолжаться потому что большинстве своем именно ресурс масса массовый самый идет из регионов на фронт киев власть пока не так сильно пытается трогать потому что понимают чем это грозит и поэтому но хотя сейчас уже видишь видите и на киев тоже распространять так и давайте я уже заговорился очень много рассказала что очень много воды потому что спрошу за попрощение хочу еще по поводу того что происходит мире пару слов сказать северная корея сегодня планирует предпринимать военные действия в лизе демонтризированной зоны то есть у них там северо-южное они опять такие там какие-то терки я не эксперт поэтому не я просто расскажу двух словах как мне как я когда я прочитываю читаю эти новости что мне было и происходит то есть северная корея там начинается тоже какие-то непонятные вещи китай военные учения вокруг тайване которые нацелены на блокаду ключевых портов и территорий ну то что китай давно хочет вернуть тайвань это как бы всем известно и также долгое время когда началась война россии с украиной когда россия напала украину многие думали что и китай воспользуется этой возможностью нападет на тайвань и может быть вполне возможно что это произойдет потому что ну опять таки если говорите с мою точку зрения слушать то я считаю что ну большая есть этого вероятность потому что пока вот эта дестабилизация идет война в украине выборы в сша они могут им воспользоваться как северная корея это как китай сделать те шаги которые она планировала воспользоваться с этим вот этой нестабильностью в мире который сейчас происходит насколько это вероятно я не знаю но могу предположить что как раз это будет зависеть от решения диктаторов и вполне возможно не возьмут пример у путина который хуй его и это сделать но я надеюсь что так я надеюсь на то на лучшее я надеюсь что этого не произойдет потому что если начнутся еще какие-то горячие точки в войны других местах уже ближний восток как мы знаем внимание от украины будет все меньше и меньше а нам этого не нужно нам нужно чтобы мир чтобы наши союзники как можно больше наоборот уделяли внимание нам потому что именно с помощью наших партнеров мы можем победить в этой войне пока на фронте очень сложно но вот я верю вот знаете я верю в сердце глубоко я никто меня не сможет каким-то образом изменить мнение что мы победим я не знаю почему то есть многие вещи говорят что это может быть не скоро но факт украина доказала всему миру что она самая сильная на данный момент как мне кажется по военным страна и самое главное что мы очень сплоченно если бы власть это поняла и вот все таки пошла по другому пути не на не вот это силы а разума то и был бы другой результат как бы то ни было это мой первый ролик на этом канале и буду стараться уменьшать хотя бы пишите в комментариях может быть вам такой формат вот именно где я это вот много говорю тоже подходит и там кошка балкона надеюсь не упала нет просто прыгнула на пол буду стараться делать ежедневно и вы увидите как у меня становится все лучше и лучше это делать и конечно же я учу украинский уходе живу уже в украине с 99 года полноценно пока сложно не говорит писать получается думать иногда даже могу а вот говорить покой договорить такой жуткий жутко жутко получается алэ я буду на макатыся всем пока слава украине